Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщи Ди, добро пожаловать в новое видео. Сразу же попрошу прощения за некачественную запись, я записываюсь на балконе, здесь достаточно шумно. Дома у меня сейчас спят, а тема достаточно срочная, поэтому я не мог ждать. Итак, мне только что приснилось, что меня украли деньги, представляешь? Я сразу же проснулся и увидел, что прямо сейчас это и происходит. Криптовалютные пользователи со всего твиттера сообщают о том, что Солану прямо сейчас взломали. Пока неизвестно, как конкретно взломали Солану, но инвесторы теряют миллионы. Кто-то ворует не только Солану, но и токены USDC с кошельков. Сообщается, что даже с Trust Wallet выводят Солану. Также Солану выводят со всех кошельков, которые связаны с Соланой и являются расширениями для браузера, например, Phantom Wallet. Интересно также, что взлому подверглись криптокошельки, построенные на базе Соланы. Торговая площадка NFT Magic отметила, что это, похоже, широко распространенный взлом Соланы и призвала пользователей отменить разрешение для любых подозрительных ссылок в их кошельках Phantom. Что сейчас тоже рекомендую это сделать. Множество пользователей жалуется, что кто-то переводит их Соланы на неизвестный адрес. Phantom уже тоже отреагировал и пишет, мы работаем над этим вместе с другими командами и ищем уязвимости в экосистеме Соланы. Мы не верим, что это проблема с нашей стороны. Как только у нас будет больше информации, мы выкатим обновление. Что же делать в этой ситуации тебе, как холдеру Соланы? Во-первых, чтобы защитить себя, нужно зайти в настройки своего кошелька и отключить разрешение для всех подозрительных ссылок и приложений. Далее, если у тебя есть аппаратный кошелек, например Ledger, лучше перешли Солану на этот кошелек. Если же у тебя нет такого кошелька, хотя бы перешли свои Соланы на централизованную биржу, которой можно доверять, например Binance. Это будет все равно лучше, чем держать Солану на взломанном кошельке. Ссылка на Binance будет в описании под видео. Возвращаясь к Солане, позволю себе небольшое эмоциональное отступление. Вот мне понравился этот комментарий. Как много раз Солана подвергалась различным атакам за последние 8 месяцев? Как много раз Солана подвергалась различным атакам за последние 8 месяцев? Взломы, остановки блокчейна, потери инвестиций инвесторами и так далее и тому подобное. Слишком много раз для того, чтобы умный инвестор вообще покупал Солану. Однако каждый раз, когда это случается большинству людей, это кажется нормальным. Да, криптовалюта это рискованный актив, но Солана, видимо, еще рискованнее. Надеюсь, ты сейчас предпримешь все действия для того, чтобы уберечь свою Солану. Я тебя предупредил. На этом все, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok